Десять баек, в которую свято верят армяне. Доброго времени суток. Вы на канале Ашот Ньюс 2. У каждого народа есть свои мифы и байки. Русские верят, что Тартария была русским государством. Арабы думают, что они потомки древних египтян. Немцы когда-то думали, что они относятся к высшей расе на планете. Тюрки думают, что они произошли от волка. Все это, конечно, мифы и байки, но самыми изощренными в этой сфере являются армяне. Армяне пошли дальше всех. Армянские байки безжалостные, суровые и эпичные. Армянские байки сногсшибательные, не поддающиеся здравому рассудку и исторической науке. Мы представляем вам 10 армянских мифов и баек, в которые свято верят армяне. Итак, поехали. Первая байка. Армяне искренне верят, что грузинский алфавит был придуман и подарен грузинам армянским священнослужителям. Армянская версия гласит, что некий священник Месрок Маштот ел лапшу, когда к нему пришла грузинская делегация, чтобы тот придумал им алфавит. На что Месрок Маштот сказал, что сейчас он ест, и попросил грузин подождать. Но грузины ответили, что очень торопятся и ждать не могут. Тогда, рассердившись на грузин, Месрок Маштот швырнул тарелку с лапшой в стену. Лапша прилепилась к стене и Месрок сказал, спицывайте ваши буквы, они готовы. Так появилась грузинская письменность. Как по мне, это полный бред и байка, но если вы армянин, то это чистейшей воды, правда. Вторая байка. Армяне искренне верят, что город Киев построили армяне. Армянская версия гласит, что три брата армянина отправились на Русь и построили город Киев в шестом веке. Как могли три брата построить город, и зачем, в армянской истории не объясняется. Третья байка. Армяне искренне верят, что бриты, баски и баварцы произошли от армян. Доказательства о ней приводят тексты из старых британских книг, где описано, как люди из Армении прибыли на британские острова. Только армянские горе-ученые почему-то умалчивают, что слово Армения в Древней Британии указывало не на страну Армения, а за границу. Слово Армения в древности означало окраину. Поэтому до сих пор в истории указывается несколько Армений, которые еще больше путают армянских ученых, они не могут понять, где же находилась Армения. На самом деле все очень просто. Если в Европу приходили чужеземцы, местные называли их людьми из Армении, то есть из-за границы, из окраины. Четвертая байка. Армяне искренне верят, что первыми приняли христианство. Но если мы перестанем быть сочувствующими христианами, и с открытым ртом верить каждому сказанному слову, то можно открыть настоящую историю и прочитать, что первой страной, которая приняла христианскую веру в качестве государственной религии, была Едесское царство Асраена, которое приняло Иисуса в 150 году после Рождества Христова. Армяне же приняли, как они думают, христианство спустя полтора века. Но об этом нужно молчать, потому что вы можете этим обидеть их. Пятая байка. Армяне искренне верят, что они христиане. Но если вы не среднестатический необразованный тип, с крестиком на шее и с пивом в руках, то вы должны знать, что христианская вера не принимает Григорианскую церковь как христианскую. Об этом есть речь известных христианских священнослужителей, которые считают армян еретиками. Шестая байка. Армяне искренне считают, что на какой бы земле они ни жили, через какое-то время она становится армянской. Для этих целей, они закапывают под землей каменные фальшивые клинописи и ставят каменные кресты хачкары, межевальные столбы, тем самым отмечая территорию. Известный русский писатель и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов писал русскому императору. Ваше превосходительство, не разрешайте поселения армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля и их отцов и прадедов. Седьмая байка. Это удивительно, но армяне, которые живут в окружении тюркских мусульманских народов и которые всегда имели демографические проблемы, искренне верят, что окружающие народы перенимают ее культуру и кулинарию. Хотя если вы поинтересуетесь названием армянских блюд, танцев, а особенно фамилий, вы с легкостью станете очевидцем, что все происходит с точностью да наоборот и никак не иначе. Восьмая байка. Армяне искренне считают, что Россия и до конца своего существования обязана армянам. Сами русские затрудняются на это отвечать и непонимающе разводят руками. Ситуация похожа на развод семейной пары, где бездетная жена требует пожизненных алиментов. Девятая байка. Армяне искренне считают, что у всех знаменитых личностей мира есть армянские матеря, бабушки и прабабушки. Так, например, Суворов, Стив Джобс, композитор Бах и прочие известные люди причисляются к армянской нации. И еще, даже если так, почему женская линия считается основополагающей в определении нации, генетики ответить не могут. И, наконец, десятая байка. Армяне искренне верят, что, живя в других странах, приносят больше пользы своей стране. Причем, армяне любят Армению больше, когда они живут не в Армении. Сегодня официально на планете около шести миллионов армян. Парадоксально, но в республике Армения проживают всего миллион шестьсот тысяч армян, половина которых имеют двойные гражданства России и других стран Содружества независимых государств. Это были 10 армянских баек и мифов, в которые свято верят армяне. А какие армянские байки знаете вы? Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал Ашот Ньюс 2. Будет жарко.